Второй том Добротолюбия, страница 658, Святого Исаака Сирьянина, Подвизнические наставления, пункт 45. Когда ведение вознесется над земным и над попечениями отдела неземного, и начнет испытывать свои помышления в том, что сокрыто от очей внутри, и прострется горе, и последует вере в попечение о будущем веке и возделение обетованного нам, и в изыскании сокровенных тайн, тогда сама вера поглощает это видение, и обращается, и рождает оное снова, так что всецело делается оно Духом. Тогда может оно воспарять на крыльях, в область бесплотных, касаться глубин неосязаемого моря, представляя в уме божественные и чудные действия правления в естествах существ мысленных и чувственных, и разыскивать духовные тайны, постигаемые умом простым и тонким. Тогда внутреннее чувство пробуждается для духовного делания по тому чину, какой будет в той жизни бессмертие и нетленье, потому что еще в здешнем, как бы в тайне, прияло мысленное воскресение в истинное свидетельство о всеобщем воскресении. Вот три способа ведения. С того времени, как начинает человек различать зло от добра, и пока не изыдет он из мира сего, ведение души его пребывает в сих трех мерах, и полноту всякой неправды и нечести, полноту правды, и то, чтобы коснуться глубины всех тайн Духа, производит единое ведение в трех сказанных мерах, и в нем заключено всякое движение ума, когда восходит или не сходит он, в добре или в зле или в среднем между добром и злом. С ней же меры у отцов называется естественное, и противоестественное, и сверхъестественное. И это суть три направления, по которым возводится и низводится памятование разумной души, когда по сказанному или по естеству делает кто правду, или превыше естества восхищает ее памятованием, созерцанием Бога вне естества, или исходит пасти свиней, как расточивший богатство своей рассудительности, работая со множеством демонов. Первая степень ведения охлаждает душу для дел шествия по Богу. Вторая согревает душу для скорого течения к тому, что она степени веры. Третья же есть упокоение отделания в едином. В едином упражнении ума, наслаждающиеся тайнами будущего. Но как естество наше не может еще совершенно возвыситься на состоянием омертвения и тяготы и плоти, то пока человек живет во плоти, остается в переходном состоянии от одного к другому. То, как у боги нищие душа его начинает совершать служение во второй, средней степени добродетели, то, подобно приявшим духа соноположения в таинстве свободы, наслаждается духовной благодатью по достоинству дающего оную, и опять снова возвращается к смирению дел своих, совершаемых с помощью тела. Ибо в веке несовершенном нет совершенной свободы. Дело ведения на второй степени состоит в делании и продолжительном упражнении. Дело же его на третьей степени есть в делании веры, которое не делами производится, но исполняется духовными умопредставлениями, в чисто душевном делании, и оно превыше чувств. Веру же, разумеем, не ту, какую человек имеет в рассуждении разности достопоклоняемых божественных ипостасей и чудного домостроительства в воплощении воспринятием нашего естества, хотя и сия вера крайне высока, но веру, воссеивающую в душе от света благодать и умным свидетельством подкрепляющие сердце, чтобы не поколебалось оно в несомненности надежды, далекой от всякого сомнения. И вера сия обнаруживается не в приращении слуха ушей, но в духовных очах, которые видят сокрытые в душе тайны, невидимое божественное богатство, сокровенное от очей сынов плоти, и духом, открываемое тем, которое питается в трапезы Христовой, в поучении законом Христовым, как сказал Господь, «Если заповеди мои соблюдаете, пошлю вам, утешителя Духа, Духа истины, которого мир не может принять, и тот научит вас на всякую истину». Еще иное различение ведений. Ведение, которое занимается видимым или чувствами, приемлет, что передается от видимого, называется естественным. Ведение же, которое занимается силой мысленного внутри себя природами существ бесплотных, именуется духовным, потому что ощущение приемлется духом, а не чувственным. И по причине сих двух рождений, ощущения вещей видимых и духовных, то и другое ведение бывает в душе от вне. А ведение, подаваемое божественной силой, именуется сверхъестественным, и оно более недоведомо и выше ведения. И созерцание этого ведения душа приемлет не от вещества, которое вне ее, как в первых двух ведениях, но внутри ее самой неисчественно. Даром скоро и сверхчаяние обнаруживается, открывается то из самой внутренности, потому что, по слову Христова, Царствие Небесное внутрь вас есть. Не преобразованием питает надежду, не прообразованием, не соблюдением приходит вовнутри образа, запечатленного в сокровенном уме, открывается само собой, без помышления о нем. Первое ведение бывает следствием непрестанного занятия и рачительности обучения, второе – следствием доброго жития и разумной веры, а третье – дано в жребии одной вере. Которое упраздняется в ведении, и дела приемлет конец. Пятьдесят. Не сомневайся в силе молитв нашего стихословия, когда во время молитв или иже частного чтения не последует за ними сильного возбуждения и непрестанного сокрушения. Сказанное из опыта слово необходимо принимать, хотя изрекшее то и не книжный человек, потому что и царские сокровища, хотя больше всех на земле, но не пренебрегают тем, чтобы принять вдобавок к себе овал, взятый у нищего. И из малых потоков наполняются реки и делаются великими в течении своем. Воспоминания о добром и воспоминания о худом как бы перстом указывают нам или на срамоту наших помыслов, или на высоту нашего жития. И каждая порода своему укрепляет в нас помыслы и движения, или десных, или левых. Мы бываем заняты ими втайне ума нашего. Но в этом мысленном занятии изображается удел нашего жития, и в нем мы можем увидеть себя самих. Если любовь, подобная малому светильнику, питаемому елеем, с истощанием которого светильник угасает, или дождевому потоку, которого течение прекращается, соскудением составляющей его дождевой воды. Но если любовь, подобная бьющему из земли источнику, никогда не оскудевающему. Первая, если любовь человеческая, а вторая – божеская, Бога, имеющая своим виновником. Хочешь ли насладиться стихословием во время службы своей и достигнуть, постигнуть смысл произносимых тобой словец духа? Отложи совершенно в сторону количество стихословий. Не принимай в расчет знания меры в стихах. Оставь обычные громогласия. Но углубляйся умом твоим в изучение словец духа, пока душа твоя не возбудится к высоким разумениям, и через то не поддвигнутся к словословию или к полезной печали. В рабском же делании, в вычитывании только положенного, нет мира к уму. А смущение отнимает обыкновенно вкусу смысла и понятливости и расхищает мысли. Смущение прилично назвать колесницей дьявола, потому что сатана имеет обычаи, подобно ездоку, восседать на ум, брать с собой кучу страстей, с ними входить в несчастную душу и погружать ее в смущение. Не прикословь помыслам, севаемым в тебе врагом, но лучше молитву и к Богу прерывай беседу с ними. Не во всякое время имеем мы силу так воспрекословить сопротивным помыслам, чтобы прекратить их. Напротив того, в таковом случае нередко получаем от них язву, которой долгое время не уврачуешь. Несмотря на всю твою мудрость и на все твое благоразумие, враги успеют поразить тебя. Но когда и победишь ты их, и тогда нечистота помыслов осквернит ум твой, и зловония смрада их надолго останется в обонянии твоем. Употребив же первый способ, будешь свободен от всего этого и от страха, потому что нет иной помощи, кроме Бога. Когда во время пребывания твоего в келейном безмолвии обращаешься к рукоделию, не обращая отеческой заповеди в покрывало своему сребролюбию. Не обращай! Во избежание уныния пусть будет у тебя небольшое дело, не возмущающее ума. Но не забывай, что молитва в чине своем выше всего. Будь уверен, что хранитель твой всегда с тобой, и что вместе с другими тварями и ты стоишь под единым владыкой, и который единым мановением приводит все в движение и все устрояет, с той же мужественной и благодушистой. Ни демоны, ни губительные звери, ни порочные люди не могут исполнить воле своей навред тебе и пагубу, если не попустит этого изволения правящего и не даст им этому места в определенной мере. Поэтому говори, души, о своей. Есть у меня оберегающий меня хранитель, и ни одна из тварей не может явиться передо мной, разве только будет повеление свыше. Если же есть на то воля владыки моего, чтобы лукавые возобладали над созданием, то принимай сие не огорчаясь, как не желающий, чтобы воля Господа моего осталась без исполнения. Таким образом, в искушениях твоих будешь исполнен радости, как уведавший, и в точности сознавший, что управляет и распоряжает тобой владычи немановения. Так подкрепляй сердце свое упованием на Господа. Хранение языка не только заставляет ум воспрянуть к Богу, но и делом явным, совершаемым с помощью тела, втайне доставляет великую силу к их совершению и также просвещает и в тайном делании, как говорили отцы, потому что хранение уст заставляет совесть воспрянуть к Богу, если только соблюдает кто молчание, сведением. Из-за всякой мысли и доброго желания последует ревность, горячность своей уподобляющейся огненным углем. И она обыкновенно ограждает эту мысль и не допускает, что приближалось к ней какое-либо сопротивление, препятствие и преграда. Это есть добродетель, без которой не производится доброе. Некто, облеченный во Христа, ревность эту назвал псом и стражем закона Божия. Эта сила ревности двумя способами пробуждается, укрепляется и воспламеняется. На хранение дома души и также двумя способами приводится вознеможение, дремоту и леность. Пробуждение и воспламенение ее бывает, во-первых, когда человеку приходит на мысль какой-нибудь страх, заставляющий его бояться за то благо, которое он приобрел, или имеется в виду приобрести, чтобы не было оно украдено или уничтожено. Когда возбужден этот страх, тогда ревность день и ночь разгорается, как пылающая печь. И, подобно Херувиму, непрестанно внимает тому, что окрест и всеусердно бледет свое благо от всяких вражеских искушений со вне и со внутрь. И другой есть способ воспламенения этой ревности, когда в душе наиболее возрастает вожделение добродетели. И в какой мере возрастает в душе это вожделение, в такой же воспламеняется и ревность в добродетели. Первый повод к охлаждению ее есть, когда в душе уменьшится или прекратится самое вожделение добра. А второй повод, когда войдет в душу какой-либо помысл, уверенность и отважность и утвердится в ней. И человек станет надеяться, думать и держать о той мысли, что нет ему причины бояться потерпеть вред от какой-либо силы. Потому слагает в себя орудие ревности и бывает дом без стража, пес засыпает и надолго оставляет стражу. То и другое бывает от того, что вошел в душу какой-либо самый тонкий помысл гордыни и возгнездился там. Или человек стал более предаваться попечению о приходящем или частому обольстительному для него сообщению с миром. Или бывает это от чрева этой госпожи всего худого. Всякий раз, как подвижник вступает в общение с миром, душа его точно с изнемогает. То же бывает, когда сходится оно с многими, которое под тщеславие неизбежно сокрушает душу его. Ум подвижника, входящего в общение с миром, уподобляется кормчему, который спокойно идет по морю и внезапно попадает в середину подводных камней и терпит крушение. 60. Предпочитать доброе изволение есть дело желающего. Довершать же выбор доброго изволения – дело Божие. Для этого человек имеет нужду в Божьей помощи. Будем же делать так, чтобы за появляющимся в нас добрым желанием следовали частые молитвы. С прошением не только оказать нам помощь, но и показать, благоугодно ли желание сие воли Божией или нет. Ибо не всякое доброе желание входит в сердце от Бога, но только то, которое полезно. Иногда человек желает доброго, но Бог не помогает ему, потому что иногда подобное этому желание входит и от дьявола, не на пользу нам, а во вред. Или потому что дело желаемое не в меру нам, так как мы не достигли еще соответствующего тому жития. Или потому что оно чуждо, принятому нами на себя образу. Или потому что не пришло еще время, когда можно исполнить то, или начать его исполнение. Или потому что не имеем ни ведения, ни телесных сил, достаточных для него. Или потому что обстоятельства времени не способствуют нам в том, дьявол между тем всячески ущечеряется, прикрасить такое дело благовидности, и чтобы склонить на него, расстроить душевный покой или причинить вред телу. Поэтому он длежит тщательно обсуждать и доброе желание. Лучше же советом все твори. Добродетель есть матерь печали, а от печали рождается смирение. Смирение дается благодать. И воздаяние потом бывает уже не в добродетели и не в труду ради ее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно утрачено, то первые будут напрасны. Господь требует ни одного делания заповедей, но более исправления души, для которого узаконил заповеди. Тело равнодействует и в правых, и в левых делах. Ум же при всем правом является или погрешает, судя по настроению своему. Дарование без искушений, погибель для приемлющих то. Если делаешь доброе перед Богом, и Он дает тебе дарование, умоли Его дать тебе умение смириться, сколько для тебя прилично. Или приставить тебе стража над дарованием, или взять у тебя то, чтобы оно не было для тебя причиной погибели. Ибо не для всех полезно хранить богатство. 65. Добродетели сопряжены со скорбями. Кто уходит от скорбей, тот, несомненно, разлучается и с добродетелью. Если желаешь добродетели, то предай себя на всякую скорбь, ибо скорби рождает смирение. Пока не достигнем истинного ведения, да то ли посредством искушений, приближимся к смирению. Кто без скорби пребывает в добродетели своей, тому отверстся дверь гордости. Когда человек пребывает в гордости, тогда удаляется от него промыслительный ангел, который близ него, и возбуждает в нем попечение о праведности. Когда же человек оскорбит этого ангела, и он удалится от него, тогда приближается к нему чуждый дух тьмы, и с того времени нет уже у него попечения о праведности. Бог нередко попускает, чтобы добродетели и искушаемы были чем-либо. Дозволяет, чтобы отовсюду восставали против них искушения, поражает их в теле их, как его ввергает в нищету, делает, что отступает от них человечество, поражает их в том, что приобретено ими. Только к душам их не приближается вред. И невозможно, чтобы, когда идем путем правды, не встретилась с нами печаль, тело не изнемогло в болезнях и трудах, и пребывало неизменным, если только возлюбим жить в добродетели. Когда человек совершает шествие своего по Богу и встретится с Ним что-либо подобное, тогда неприлично ему уклоняться от стези своей, но должен с радостью и бесцветливости принимать это и благодарить Бога, что послал ему благодать и исподобился он ради Бога впасть в искушение и соделаться сообщникам в страданиях с пророками, апостолами и прочими святыми ради пути этого претерпевшими скорби. От людей ли, от демонов ли, от тела ли придут на него искушения, да будет это для него поводом к благодарению. Ибо невозможно, чтобы Бог, возжелавшему пребывать с Ним, иначе как оказал благодеяние, а не послав на него искушение за истину. Как и человеку, соделаться достойным того, чтобы сподобиться этого величия, то есть войти в искушение и возрадоваться, невозможно без благодати Христовой. Дело это столь велико, что святой Павел явно называет дарованием, когда человек сподобляется пострадать ради надежды на Бога. Говоря филиппийцам, от Бога вам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него. Филиппийцам 1.29. Так же святой Петр написал в послании своем, когда стражите ради правды, то вы блаженны, потому что сделались общниками страстей Христовых. Не надлежит тебе, тогда как живешь пространно, радоваться, в скорбях же посуплять лицо и почитать их чуждыми пути Божию, ибо стезя его от века и от родов крестом и смертью пролагается. А у тебя откуда такая мысль прохладно идти путем Божьим? Да знай из этого, что ты вне пути Божьей удаляешься от Него, не хочешь идти по следам святых или намереваешься устроить себе иной особенный путь и по нем идти, не страдая. Путь Божий есть ежедневный крест. Никто не восходил на небо, живя прохладно. А пути же прохладным знаем, где он оканчивается. Истинные праведники всегда помышляют себе, что недостойны они Бога, и самое то, что они истинные праведники, дознаются из того, что они признают себя каянными и недостойными попечения Божия, исповедуют сие тайно и явно, и умудряются на это святым духом, чтобы пребывать в труде и тесноте, пока находятся в жизни сей. Время живого покоения Бог соблюл им в будущем веке. И имеющие в себе живущего Господа посему самому не желают быть в покое и освободиться от скорби, хотя по временам и дается им таинственное утешение в духовном. Такова воля Духа, чтобы возлюбленные Его пребывали в трудах. Не Дух Божий пребывает в тех, которые пребывают в покое. Тем и отличаются сыны Божии от просих, что живут они в скорбях, а мир гордится роскошью и покоем. Не благоволит Бог, чтобы возлюбленные Его покоились, пока они в теле. Но более восхотел, чтобы они пока в мире пребывали в скорби, в тяготе, в трудах, в скудости, в наготе, в нужде, в унижении, в оскорблениях, в утружденном теле, в печальных мыслях, чтобы исполнялись на них сказанное. В мире будете иметь скорби. Господь знает, что живущим в покое невозможно пребывать в любви Его, и потому отказывает им в покое и услаждении Оном. Семьдесят. По любви, какую святые показали к Богу, страдая за имя Его, сердце их приобретает дерзновение взирать на Бога непокровенным лицом и просить Его с упованием. Велика сила дерзновенной молитвы. Потому попускает Бог, чтобы святые Его искушаемы были всякой печалью и также опытно изведывали помощь Его и то, сколько промышляет о них Бог. Вследствие искушений приобретает они мудрость и из опыта почерпает ведение о всем, чтобы не потерпеть осмеяние от демонов. Если Бог упражнял их в одном добром, то недоставало бы им обучение в другой части, и в обраниях бывали бы они и слепы. Если человек не бывает сперва искушен испытанием худого, то он не имеет вкуса в добром, чтобы когда встретится в худом доброе, воспользоваться тем сведением, как своей собственности. Как приятно знание, заимствованное самым делом из опыта и из упражнений, и какую силу доставляет оно тому, кто долговременным опытом своим приобрел то в себе самом. Это познается теми, которые изведали содействие этого знания, а равно как немощь естества и помощь божественной силы, и уверились в этом. Ибо тогда только познают они это, когда Бог, удержав сперва силу свою от содействия им, приводит их в сознание немощи естества, трудности искушений, лукавства вражеского, и того, с кем у них борьба, каким обличены они естеством, и как были охраняемы божеской силой, сколько совершили пути, сколько возвысила их божья сила, и сколько бывают они немощны в борьбе со всякой страсти, если удаляется от них эта божья сила. Так что из всего этого приобретают они смирение, приближаются к Богу, начинают ожидать Его помощи и пребывать в молитве. И откуда бы заняли они все это, если бы не приобрели опыта о многом худом, впав в это худое по Божьей попущении, как говорит апостол, за премногие откровения, чтобы я не превозносился, дам мне пакостник плоти, ангел сатанин. Но в искушениях, многократно испытывая Божью помощь, человек приобретает и твердую веру, отчего делается небоязненным и приобретает благодушие в искушениях. Искушение полезно всякому человеку. Подвижники бывают искушаемы, чтобы присовокупить нечто к богатству своему, расслабленные, чтобы охранять им себя от вредного, погруженные в сон, чтобы приготовляться им к пробуждению, далеко стоящие, чтобы приблизиться им к Богу, свои Богу, чтобы веселиться им с дерзновением. Всякий необученный сын приемлет богатство из дома отца своего, не в пользу себе. Поэтому-то Бог сперва искушает и томит, а потом показует и дарование. Человек пока в нерадении боится часа смертного, а когда приблизится к Богу, боится встретения суда. Когда же всецело поступит в преднее, тогда любовью поглощается тот и другой страх. Почему же это? Потому что пока человек остается в ведении и житии телесном, ужасается он смерти. Когда же бывает в ведении духовном и в житии добром, тогда ум его всякий час занят памятованием будущего суда. Так как право стоит он по своему естеству, движется в душевном чине, занимается своим ведением и житием, и благоустроен для того, чтобы приближаться к Богу. Но когда достигнет он ооо ведении истины, по возбуждении в нем ведения тайн Божиих и по утверждении надежды будущего, тогда любовью поглощается и тот телесный человек, подобно животному, боящийся заклания, и человек разумный, боящийся суда Божия. Соделавшийся же сыном украшается любовью, а не устрашающим разумляется жезлом, говоря, «Я и дом отца моего будем служить Господу». Новин 24, 15. Блажен у кого помышление всегда о Боге, и кто с ним одним пребывает в беседе и ведении своего. Радость о Боге крепче здешней жизни, и кто обрел ее, тот не только не посмотрит на страдания, но даже не обратит взора на жизнь свою. Любовь сладостнее жизни и разумение по Богу, от которого рождается любовь, еще сладостнее, более меда и соца. Любви не печаль принять тяжкую смерть за любящих. Любовь есть порождение ведения, а ведение есть порождение душевного здравия. Здравие же душевное есть сила происшествия от продолжительного терпения. 75. Жизнь вечная есть утешение в Боге, и кто обрел утешение в Боге, тот почитает излишним утешение мирское. Приял ли кто мудрость от духа, познает он из самой мудрости, которая в сокровенности его и в чувствах, учит его смиренным нравом. Достиг ли кто смирения, узнает он из того, если находит для себя гнусным угождать миру своим общением с ним, или словом, если в глазах его ненавистна слава мира его всего. Страсти в действии суть прирожения, которая, бывая производимой вещами мира сего, увлекает под предлогом необходимости удовлетворять потребностям жизни. И прирожение эти не прекращается, пока стоит мир этот. Но человек, который сподобился божественной благодати, вкусил и ощутил нечто высшее всего, не попускает прирожением этим входить в сердце его, потому что вместо их возобладало в нем другое, лучшее их вожделение. И к сердцу его не приближаются ни самые эти прирожения, ни порождаемые ими, но остаются они вне, бездейственными. Не потому, что нет уже страстных прирожений, но потому, что приемлющее их сердце мертвое для них и живет чем-то иным. Не потому, что человек успокоился вследствие хранения рассудительности и дел, но потому, что в уме его нет ни от чего тревоги. Сознание его насыщено, насладившись чем-то иным. Если будем хранить закон трезвения и дело рассудительности в ведении, то борьба с страстными прирожениями совсем не приблизится к уму. Воспрещается же войти им в сердце вследствие не борьбы, но пресыщения сознания и ведения, каким наполнена душа, и желания чудных, находимых в душе созерцаний. Пока человек живет, имеет нужду в трезвенности, попечительности и бодренности, чтобы охранять свое сокровище. Но если оставит он назначенный ему предел, пост, то сделается немощным и будет окраден. Не до того только времени трудиться должно, пока увидишь плод, но надо подвижаться до самого исхода, ибо нередко и согревший плод побивает внезапно град. Если приобучим себя к доброму размышлению по учению в сердце, то будем стыдиться страстей, как скоро встретимся с ними. Но будем стыдиться приближения к страстям и по причине их виновности. Когда из любви к Богу желаешь совершить какое дело, пределом желания этого поставь смерть. И таким образом на самом деле сподобишься взойти на степень мученичества в борьбе с каждой страстью и не понесешь никакого вреда от того, что встретится с тобой внутри оного преддела, если претерпишь до конца и не расслабеешь. Помышление немощного рассудка немощного и делает и силу терпения. А твердый ум и тому, кто следует помышлению его, сообщает силу, какой не имеет природа. 80. Житие мира этого подобно начертанию букв на таблицах. И когда кто захочет и пожелает, прибавляет к ним и убавляет и делает перемену в буквах. А жизнь будущая подобна рукописаниям начертанным на чистых свитках, запечатленным царской печатью, в которых не допускается уже ни прибавления, ни убавления. Поэтому пока мы среди изменения будем внимательны к себе и пока имеем власть над рукописанием жизни своей, какое пишем своими руками, постараемся делать в нем дополнение добрым житием и изглаждать в нем недостатки прежнего жития. Ибо пока мы в мире этом Бог не прилагает печати ни к доброму, ни к худому до самого часа исшествия из этой жизни. Молитва имеет нужду упражнений, чтобы ум умудрился долговременным пребыванием воной. Молитва предваряет отшельничество, уединение, отвлечение мыслей от всего стороннего. Отшельничество нужно ради молитвы, а молитва для того, чтобы любовь Божия. Потому что вследствие молитвы сыскивается причиной любить Бога. Надлежит знать нам, что всякая беседа к Богу, совершаемая в тайне, всякое попечение доброго ума о Боге, всякое размышление о духовном устанавливается молитвою.